Питание Сначала давайте запишем продукты, которые противопоказаны для женщин Мы сейчас говорим не про весь класс в целом, да? Мужчины, женщины, дети там, и больные, и пожилые, и диабетики и так далее Мы сейчас говорим конкретно, у нас все будет в контексте красота, здоровья, молодости Вот я буду давать достаточно жесткую такую специфику И вы будете действовать по методу Если нельзя, но очень хочется, то понемножку можно, да? Но если мы не найдем в этом пользы для красоты и здоровья, а найдем только вред То у вас просто уже на уровне осознания, вы будете понимать Если очень хочется, но не приносит никакой пользы и приносит только вред То, ну, просто можно будет подумать или заменить чем-то Существует единственный способ жизни, он называется биорезонанс Биорезонанс И вообще суть гармонии это биорезонанс Если вам нравится, почему вот в Библии написано, любить себя Значит, что значит любить себя? Любить себя, это значит выполнять все свои желания Если организм чистый, если он духовный, если он честный, хороший То у него, как правило, желания чистые, духовные, хорошие И если, кстати, еще организм резонирующий, то он плохого никогда ничего не хочет Он хочет плохое только в том случае, если у него нет возможности заменить это хорошим Например, человеку не хватает энергии Ничего энергетического хозяин не ест Ну, просто не знает В силу своего, так сказать, ума И поэтому организм будет просить из того, что осталось Вот, например, если нету энергетических вещей Типа, ну там, свежие персики Или свежие абрикосы, в которых есть энергия солнца То организм будет просить абрикосовое варенье, например Потому что ему без разницы, или свежие абрикосы, вот по виду Но из абрикосов он получит вот эту энергию жизни А из варенья он ничего не получит И поэтому он будет просить это варенье много Он говорит, да еще, еще, еще У человека возникает пристрастие к варенью, например Да, он, как у Карлсона, да, можно еще баночку варенья? Вот так и тут Ни один нормальный человек ведро абрикос не съест Организм сам ему поставит предел Или ни один нормальный человек не съест 5 лимонов или 10 лимонов Иногда, может быть, в некоторых ситуациях съест, когда ему это очень надо Но через силу есть не будет Или, например, у человека не хватает железа в организме Ну, не хватает железа И организм выбрал Он выбирает по резонансу качество-количество И он говорит, либо съешь 5 яблок белого налива Человек говорит, я обожаю белый налив А он говорит, зачем тебе белый налив? Ты съешь антоновку Он говорит, нет, антоновку я не люблю Что такое, люблю белый налив и не люблю антоновку? В белом наливе одни микроэлементы Железо в одной концентрации, в одних солях В антоновке это совершенно другие органические кислоты И железо в нем совершенно в другой форме Больше яблочных кислот и так далее, и так далее И поэтому организм говорит, лучше 5 таких яблок, чем 1 антоновку Точно так же, например, человек хочет зеленый горошек Ему нужна сера для строительства метионин Содержимых аминокислот И организм говорит, слушай, ну дай серы в любом виде Вот если индусы, например, то у них все сладости из серы Из гороха Ну просто вообще тошнота, что называется Вот у них все пирожные и все Вот у нас в Рудене, где у нас, так сказать, наша авторская школа Там индийское кафе И вот туда не придешь, это у вас пирожные из чего? Из гороха А это из чего? Из гороха А это из чего? Из гороха У них все из гороха Потому что горох является клетчаткой, которую можно насладить сколько хочешь И спечь из нее чего хочешь Но они понимают, что это серая, без нее вообще жить никак А у нас горох возникает, слово горох, зеленый 31 декабря банку открыли, съели вместо алье И хорош, потом летаем, да? То есть, серая ведь нужна не только 31 декабря человеку И не только по праздничному алье Она им нужна круглосуточно, круглогодично, вообще без одной минуты на перерыв Постоянно в 7 аминокислот входит сера То есть, это все аминокислоты, которые обеспечивают хрящи, связки, суставы, кости, мышцы Если человек нерегулярно получает серу, у него возникает деформирующая остеартроз, остеохондроз Слабость связок, неэластичность связок, всякие ахериты и так далее Тут уже болезни развиваются Поэтому все болезни это Либо избыток кислоты, либо недостаток минералов С исключением паразитов, когда мы руки не моем Так вот, существует вот этот резонанс, он нам Богом дам Только для того, чтобы мы знали, чего нам не хватает Потому что если нам сегодня не хватает железа, ну зачем мы будем есть серу? Поэтому организм сегодня скажет, я хочу яблоко, а горошек я сегодня не хочу А завтра он скажет, я хочу горошек, я хочу яблоко Вот это единственный способ жизни, единственный Потому что иначе бы человек кушал каждый день яблоки, 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 яблоки А сера никогда Поэтому он любит иногда яблоки, иногда сера Но Случилась страшная беда В погоне за вечностью продукта За вечностью продукта Вот продукт В нем белки, аминокислоты, липиды и так далее Его живая ткань Когда этот продукт живой Например, яблоко или смородина или что-то В нем все это находится в активном состоянии Например, висит яблоко на дереве В нем ферменты спят Сахара спят И так далее Как только яблоко упало Стукнулось Витамины сорвались Электроны И началось переваривание То есть яблоко начало Нет, сначала оно не гнется Сначала оно так немножечко становится сладким Вкусным становится То есть ферменты запускают в работу сахара И все знают, что яблоко, которое упало Оно в десятки раз вкуснее того, которого висит Сразу приходят червячки Приходят бактерии Приходят там грибы и так далее И они набрасываются именно на тот бок Который самый сладкий Где сахара уже перешли в ту норму, где она нужна Потому что яблоко, которое висит на дереве Оно смертельно опасно Особенно зеленое Потому что Если бы Извините, такие червяки всякие Но самое страшное, это человек Или козы Тоже еще те создания Если бы они лазили по деревьям Они бы съели все яблоки И у яблоков не получилось семенного материала И яблоня была бы обречена на вымирание Поэтому в зеленом яблоке Содержатся страшные токсины Которые вызывают у нас У коз И у всех там Древолазающих Понос Понятно, как природа защищается, да? Но если уже яблоко упало Все там, все в порядке Его можно есть Потому что в нем уже Никаких токсинов нет Оно упало для чего? Для чего оно упало? Чтобы его съели Чтобы его съели Я вас умоляю Я вас умоляю Я, Ваня, что, с крыши рухнула? Она упала для того, чтобы сгнить Для того, чтобы освободить семенной материал Семечку Которая покрыта йодом Чтобы ее никто не съел, не дай бог Она вся антибактериальная То есть ее ни один грибок не ест Для чего? Для того, чтобы яблоко выполнило свою Женскую репродуктивную функцию Продлила свое потомство Иначе бы ни яблок, ни берез Ни гедров Вообще бы ничего не было в этом мире Все охраняют свой семенной материал Кроме наших мужчин Они его разбрызгают в разные стороны Разбрасывают У всех это под строжайшей тайне Это генофонд природы на самом деле, да? Поднимите руки, кто любит семечки от яблок Всем не хватает йода Прямо так запишите Мне не хватает йода крупно Потому что весь йод, который был у яблока Он находится в оболочке семечки Чтобы его не съели Для чего я вам это все объясняю так длинно? Для того, чтобы вы поняли В самом яблоке В самом яблоке Уже есть ферменты Ферменты Которые должны это яблоко Растворить Разложить Освободить семечку И так далее Поэтому к яблоку никаких ферментов Добавлять не надо Ни к яблоку, ни к смородине Ни к капусте Ни к абрикосам Ни к орехам Ни к чему Ничего добавлять не надо Внутри все есть Это понятно? Все ферменты Ферменты это белки, которые расщепляют Вот это до углекислого газа Воды и микроэлементов Все это уходит на нижний этаж В природу Снова преобразуется Снова накапливается яблони Снова в следующий год падает как яблоко И вот это круговорот жизни в природе И минералы Что сделал человек? Он говорит Хорошо У меня есть яблоня Мне на этот счет очень нравится Лежит хохол под яблоней Подходит другой Слушай, что ты лежишь? Он говорит Отдыхай Он говорит Слушай, ты что? Говорит Собери яблоки Пойди продай Он говорит Зачем? Он говорит Зачем? Наймешь бригаду Локов Они в следующем году продадут Ты деньги заработаешь Он говорит Зачем? Зачем? Завод построишь? Соку надавишь? Джамус делаешь? Отвезешь Продаш Он говорит Так богатый будешь А зачем он? Будешь лежать и отдыхать Он говорит Так я лежу и отдыхаю Хороший А смысл? Смысл? Суетиться Че суетиться? Да когда индусы лежат И отдыхают У них вообще ничего нет Скажи, Наташа Счастливые, радостные Все здрасте Все это самое А у нас все, так сказать Одеты, обуты, упакованы Все злые Все нервные У всех стрессы Всем не хватает Пятой шутки Итак В продуктах уже все есть Что сделал человек? Ему надо было все это сохранить Навечно Много Навсегда Он изобрел такие вещества Которые называются Консерванты Стабилизаторы И так далее Чтобы уничтожить ферменты Самым лучшим консервантом является Сахар На втором месте Соль На третьем месте Уксус На четвертом месте Уротропин Уротропин Это Добавка такая пищевая 625 Что ли Уротропин Который добавляют в икру И икра становится вечная Поэтому женщинам Икру красную есть нельзя Ну можно чайную ложечку? Не вопрос, да? Ну так вот Чтобы думали, что там витамина А, витамин Е Ничего там нет уже Там кроме уротропина Ничего нет Там образуется вообще формальдегид Потому что чудес не бывает Икра может храниться Только в формальдегиде Вот вдруг У нас в медицинских музеях Там В анатомках Ну как я, в себе Стала в медицинских музеях Да в анатомках Ну мы так его называли Это у меня еще там 20-летний дан Медицинский музей, да? Вот и так Уксус Соль И сахар Плюс еще Анти Окислители Совершенно потрясающих видов И каждая фирма Себя уважающая Имеет этот антиокислитель И никому об этом не говорит Чем круче фирма Тем у нее круче окислитель Вот у фирмы Макдональдс Картошка не портится Вообще ничего не гниет у нее Вот Отличается только тем Кто может сохранить Или например Молоко в асептической упаковке Как красиво Молоко в асептической упаковке Что такое за асептическая упаковка? Или например говорят Там некоторые А я ем только рыбу Которая лежала на льду То есть Свежую рыбу А сколько дней она там лежала В магазине? Ну неделю лежала Она не может неделю лежать Чудес не бывает Через один день Ее можно уже рыбу выбрасывать Которая лежала на льду Но дело в том Что люди-то придумали Люди-то ведь Да Не лохи-то Они же придумали в лед Добавить сильнейший антибиотик И когда лед тает Естественно как бы Рыба получается с антибиотиком И никто ее не ест И она лежит И день на льду И два на льду Это называется у нас в стране Охлажденная рыба Лучше кушайте мороженую Чем охлажденную Честное слово Потому что мороженое Там хоть Никто ничего не придумал Заморозил ее И все А тут еще Охлаждают Не может быть Охлажденная годами рыба Как говорил Волан Да Не может быть Второй свежести Может быть только первой свежести Вот Так вот это вот Все что мы сделали Вообще-то есть нельзя Вообще-то есть нельзя Мне говорят А есть 50 причин По которым надо кушать Меньше сахара И меньше соли Есть одна причина Одна причина Потому что если бы На клубнику положили сахар Она отдаст свою воду Вот и вся причина Законсервирует Свои ферменты Будут храниться вечно И чем больше сахара Вы положите А мы на смородину кладем На один килограмм Смородины Два килограмма Сахара Чтобы убить все витамины И когда мы убьем Последний витамин Мы говорим Все Варенье хранится Вечно А что толку есть Это варенье Когда в варенье Были ферменты Которые бы это варенье Расщепили у нас в желудке У нас этих ферментов нет Мы ведь не пусты смородиновые И поэтому это варенье У нас внутри Никогда не переварится Оно сгниет Пробродит Там еще А то мы так красиво Переваривается Да прогнивает Гниет и бродит Надо понимать Надо называть вещи Своими именами Все что касается питания Здесь в легкую Не отделайтесь Надо понимать Что вы делаете Если продукт хранится вечно То это не для вас То это для истории Пусть его занесут В красную книгу Пусть он там хранится А вы должны кушать Свежие продукты Вот Хороший вопрос Где их взять Хороший вопрос Ну сейчас я вам скажу Где их взять Откуда я знаю Где их взять Я вот когда сяду в зал Я буду точно так же Как вы думаете Где их взять Я пока вам даю Те знания Это же не я придумала вообще Вы на меня Это все не валите Значит Это вот закон физики Это закон химии Ну правильно Леночка Ну хоть застрелись Вот оно так Не потому что Я тут стою И выпендриваюсь перед вами А потому что Чтобы продукт хранился Более чем одни сутки В нем надо убить 100% Ну хотя бы 90% Ферментов У нас есть еще одна помощь Есть бактерии Бактерии Которые приходят Со своими ферментами Потому что те вообще У них в закромах Куча ферментов Потому что они знают Что если они съели Не тот продукт Который так сказать Они должны сами его переварить И вот часть бактерий Бифидум Лактобактерий Они несут свой запас ферментов И они как бы нас страхуют Если у нас попало Допустим Условно говоря Варенье Или что-то такое Сильно переваренное Пережаренное Замаринованное Копченое Холодного копчения Это знаете сколько надо Коптить холодного копчения Да Минимум неделю Или сколько это Чтобы колбаса Получилась холодного копчения Дымом Дымом Ягами Ягами То есть есть хорошее копчение А есть копчение С формалином Или с формальдепидом То есть Как получаются продукты Длительного хранения Хорошо получаются Но они к сожалению Непригодны для еды Организм не может Организм не может Расщепить копченую колбасу Он ничего из нее не возьмет Он побегает Попрыгает И выплюнет ее назад Только уже через обратный Обход Да Потому А клетка Вот клетка как была Сыта голобоса Вот так мне и останется все Человек обожравшись Съел все что не приколочено Лежит На диване Встать не может Дохнуть не может А клетка при этом голодает Он только у него все переварился Он говорит Еще хочу есть Почему Потому что клетка Посылает сигнал В центральный мозг Слушай ты хоть съешь что-нибудь Ну хоть что-нибудь Сегодня давать буду Он говорит Да ты что Я же только съел целого цыпленка А так он же дохлый Вот так вот и получается Кто-нибудь пробовал Съесть килограмм Очищенных семечек Нежаренных Убьетесь не получится Две чайных ложки И потолок Больше намного Полкило Нежаренных Очищенных Сырых Вот это дисбаланс Аминокислоты То есть обычно Две-три столовые ложки Поэтому их продают В маленьких пакетиках Мимо вас все рассчитано Потому что понимают Что если давать жареные В оболочке Человек съест мешок А если давать нежаренные Где ничего не испорчено Где все аминокислоты на месте Человек съест Ну максимум Если допустим Сильный дисбаланс Может быть съесть Там один раз полкило Но это на всю оставшуюся жизнь Он наест Эти все речки Поэтому если вы едите Свежий продукт Живой продукт Вы съедите Ровно столько Сколько вам надо Вот сколько вы можете Съесть например Вареного мяса Не соленого Но нисколько А вареной рыбы Не соленой Столько же Сколько вареного мяса Не соленого Вот и калибруйте себя А если вы его посолили Вот вместе с солью Вы съедите уже столько Сколько будете Есть Есть Пока соль не кончится Почему? Потому что кислый организм Требует натрий Вот здесь В этом заключается Закон вашего питания Мы берем Невкусные продукты Ненужные нам Делаем их вкусными При помощи Шантажирования Организма Щелочными минералами Специями Вещами Которые нам Необходимы По жизни Например там Луком Чесноком Потому что нам это Необходимо По жизни Организм этого просит Съедаем их Ничего с них не получаем При этом радуемся Потратили кучу денег Если вы не можете Скушать продукт Не соленым Не сладким Значит вы его вообще Не должны кушать Значит он вам не нужен Вот морковку Можете съесть не сладкой? Можете Просто взять и съесть Значит она вам нужна Абрикос можете? Легко Яблоко можете? Можете Помидор можете не соленым съесть? Можем Кто-то может А кто-то не может Вот тот кто не может Помидор съесть не соленым Значит может его не есть вообще. Значит, ему нужен не помидор, а соль. У меня, говорит, у ребенка диатесса, он обожает манную кашу. Я говорю, манную кашу вкусно варить? Ой, вкусно варю. А что кладете? Манную крупу, масло, молоко, сахар, соли немножко. А не пробовали без масла, без молока, без сахара и без соли? Нет, она так есть не будет. Я говорю, правильно, есть не будет. А зачем ей манная каша? Потому что там ничего нет. Поэтому она и не будет есть. А вот гречневая каша, даже если она практически без соли, все равно человек немножко съест. Хоть чуть-чуть. Манную вообще не съест, в рот не вломишь. А гречневую можно чуть-чуть съесть. То есть, опять же, да, вот гречневую можно без сахара съесть, это уже лучше, чем манную с сахаром. Рис можно вообще кушать чуть-чуть присоленый или даже не соленый, да? Не обязательно сладкий его кушать. Вот продукты калибруются так. Если вы можете съесть это не соленым, не сладким, либо чуть-чуть, присоленным, значит, худо-бедно этот продукт вам нужен. Если нет, извините. Итак, вот это понятно, да? Это первое положение. Если продукт долго хранится, в нем ничего нет. Ни витаминов, минералы остаются, они все на местах. В нем нет другого, в нем нет главного, нет ферментов и нет бактерий. И вторая позиция, очень важная. При 60 градусах разрушаются белки. Разрушаются аминокислоты. У нас 21. Заменимая кислота и 7 незаменимых. 7 незаменимых без нежизни невозможно, в принципе. Они должны поступить из продуктов в непереваренном виде. То есть в готовом виде, в живом виде. Из этих, из обрывочков кирпича, делается наша, в общем-то, структура, тело. Поэтому пища должна обладать двумя свойствами. Первое, она не должна долго храниться, она должна быть живой. И второе, она должна быть приготовлен до 60 градусов. Ну, конечно, я не говорю о нитратах, пестицидах, химикатах. Тут речь вообще не стоит. Если мы будем записывать, не кушать помидоры с нитратами или с нитритами, то оно вообще смешно. Да понятно, что их не надо кушать. Если вы не знаете, что это помидоры, там, не знаю, если вы покупаете их, где попало, то вы имеете здоровье приблизительно такое, какое попало. Итак, что не надо кушать? Что опасно кушать? И что приготовлено таким образом, что кроме вреда вы от этого ничего не получите? На первом месте. Я вот просто буду, я буду диктовать, а вы пишите, я не буду, наверное, писать, ладно, потому что смысла нет. Итак, начинаем. Удар по вкусному. Извините. Копченая колбаса. Только, чтобы побаловаться долькой. Вареная колбаса. Уверяю вас, ничего нет. Рецепт вареной колбасы мы вывешивали на прошлой академии. Там шесть добавок. Андрюш, включи, пожалуйста, презентацию. Вареную колбасу поставим. Значит, чтобы прочитали, что там мяса нет. Вообще там мяса нет. И не было никогда. Сейчас есть такие приборы, которые называются, типа, миксеров. Кладут, причем даже ветчина рубленая колбаса. Вот для меня это было такое откровение, я просто была шокирована. Я говорю, ну а как ветчина рубленая? Она же видно, что она из куска мяса. Я говорю, о, сейчас есть такие машины, туда кладут полкило мяса, кусок мяса, и кладут килограмм всякой жидкости, каррагинина, там, глутамата, натрия, усилители вкуса, цвета, и так далее, и так далее. И сутки, и сутки, значит, эта машина вращается вот так, и вот так, вот так, и вот так. И в конце концов, весь килограмм забивается в полкилограмма. И мясо становится, когда его достают, нам человек рассказывал, там изумительная ветчина рубленая колбаса, ну просто вот, вот ел бы и ел бы ее с утра до ночи, потому что там усилитель вкуса, усилитель цвета. Значит, глутамат как, как вещество необходимое организму, то есть вот, ну просто. Поэтому если это не кусок мяса, то вы непонятно, что едите. Если иногда хочется, то можете съесть чуть-чуть, но речь ведь идет о том, что мы только этим и питаемся. Итак, копченая колбаса, вареная колбаса. Дальше. Майонез в пластиковых банках. Сам майонез по себе ничего особенного не имеет, это масло с яйцами, но в пластиковой банке он становится токсичным. Диоксиды из пластика выходят прямо в майонез. Уксус их экстрагирует. Только нейтральные вещи можно держать в пластиковых коробках. Нейтральные вещи это типа воды. Вот, кстати, то, что минеральная вода, газированная с кислотами, держится в пластиковых банках, она становится, в общем-то, канцерогенно опасной. Только нейтральная вода может держаться в этих банках. Дальше. Извините, значит, майонез должен быть в чем? В стекле. В стекле? В стекле, да. Майонез должен быть в стекле. Но вот в пакетах майонеза. Вот это есть в пластике. Ну, есть, есть. Майонез кальвы есть в стекле. Значит, ребят, мы сейчас не будем говорить, где взять. Я говорю, что опасно для жизни. Вот, например, очень опасно для жизни, просто смертельно опасно, подогревать детское питание в этих коробочках, в которых оно продается. Или йогурты, например, да? Потому что при разогреве температуры пластик начинает чидить. Пластик, что такое? Пластик, это же вообще смерть, да? То есть, по сути дела, если вы лапшу доширак подогреваете в том же контейнере, в котором она есть, или, например, картофельное пюре там же, то даже нормальное картофельное пюре, которое, ну, просто порошок себе и порошок, да? Коммерсанты, кстати, по чипсам, это просто гениально. Продать одну картошку по цене килограмма, это вообще просто супер. Нарезать, сделать, чтобы она хрустела, и продать, это просто гениальный ход торговый. Но, тем не менее, я вам говорю то, что опасно. Вы уже будете дальше думать, кушать вам, не кушать такую вещь. Свет на секундочку погаси, пусть прочитают люди. Это вот рецепт, стандартный рецепт. Видно, видно. Видно, и так видно. Видно, да? Ну, смотрите. Текстурированный соевый белок, усилитель мясного вкуса, ну, и так далее. Вот это, мяса там вообще нету. Вот это стандартный, так сказать, рецепт колбасы, ветчина рубленной, сосисок, вот все, что, так сказать, у нас продается. Это соя. Соя с модификаторами и так далее. Соя сама по себе неплохой продукт. Никто не против сыра, тофу, никто не против соевого молока. Просто как бы против того, чтобы колбасу называли колбасой. Вот в таком случае. Назвали бы ее соевая колбаса, и все было бы на месте. Да? Это не мясо. Итак, дальше идем. Трансжиры. Трансжиры. Что такое трансжиры? Трансжиры – это маргарины. Маргарины. Все, что не масло, до 82,5% является маргарином. Маргарин вызывает в организме очень неприятные последствия. Я глубоко вдаваться сюда не буду, но для женщины не должна употреблять маргарины. Если женщина хочет употребить масло, пусть это будет сливочное масло 82,5%, но чайная ложечка, или кусочек на хлеб, на черники и так далее. Это еще оправдано. Все остальное не оправдано. Никаких легких масел. Это все детские сказки. Там смесь растительных масел с пальмовыми, со всякими, со всякими другими. То есть это достаточно серьезная история. В глубину мы пока ходить не будем, потому что иначе мы тогда очень долго просидим. Следующее. Все, что касается сухих бульонов. Ни одного сухого кубика. Есть нельзя. Галина Бланка, не Галина Бланка. Хорошие хозяйки так мужей заманивают. То есть пришел муж, съел бульон. Галина Бланка говорит, ничего себе женщина. Мечта. Вот. Да, но на самом деле это не работает. Когда он отравится, он сбежит точно. Женщина может стать счастливой от одного ласкового слова. А мужчине, чтобы стать счастливым, нужен большой кусок вареного мяса. То есть поэтому очень-очень, так сказать, сомнительно, что хорошие хозяйки готовят с бульонами Галина Бланка. Значит, туда входит 621-я добавка глутамат натрия, от которого слепнут, глохнут, от которого вызывается катаракта, болезнь Альцгеймера, старше-то слабоумие, маразм, по сути дела. И достаточно серьезные проблемы с бронхиальной астмой. Запишите. Приправы с 621-й добавкой. Это приправа вегета, это соусы кнор, это вся группа Нестле. 621-я. Нестле вся группа. Значит, посмотрите в азбуке, у кого есть азбука, первый и второй на что. Значит, там есть вся расшифровка группы Гринпис. Я когда-то посещала экологические конференции, меня приглашали, и мне попали в руки Гринписовские все материалы. Вся фирма Марс, Сникерс и так далее, и так далее. Это генно-инженерно-модифицированные фирмы по сою, по кукурузе, по вот этим вот продуктам. Поэтому генно-модифицированные продукты, от них сильно не уберечься, потому что они везде, что называется. Но вот специально их есть, не надо. Если попадет где-то что-то там, кукурузинка, не страшно, да? А вот если человек специально употребляет эту продукцию, к примеру, любит там какао, там фирмы Нестле, вот просто его любимая марка какао, он получает как раз как раз и уксус. Является очень сильно закисляющей продукцией. Очень сильно закисляющей. Можно, например, огурцы кушать соленые, можно огурцы кушать маринованные. Если вы съели один маленький огурчик, ничего страшного, если вы в салат его положили. Если у вас дома систематически проходят банки огурцов и банки помидор маринованных, то вы, конечно, получите все те проблемы, которые вы получите. Йогурты, которые хранятся более чем 10 суток. Йогурты, которые хранятся более чем 10 суток. Половина из них радиоактивно облученные, половина с пеногасителями. То есть не может йогурт, в котором живые бактерии храниться более чем 6 суток. Потому что за 6 суток бактерии размножатся, если они там есть, и взлетят на воду. Нельзя кушать сметану, которая не портится. Молоко в асептических упаковках. Нельзя употреблять джемы. Ну, скажем так, если очень хочется, то можно, но просто знайте, что в них находится. Значит, нету чудес. Не бывает несладким абрикосовое варенье, не бывает несладким вишневое варенье светлого цвета. То есть, ну, чудес не бывает. Если у вас не получится сварить абрикосовое варенье, как джем, потому что у вас нету химикатов, которые туда добавляют. Антиокислители и сахарозаменители. С простым сахаром так не получится. Его надо очень-очень много. А варенье, значит, приобретает совершенно другой какой-то оттеночек. Потому что вот клубничные джемы, вот эти вишни, особенно вишневые, пальцы просто откусишь себе, такой вкусный, да? Вот просто вишенка к вишенке лежит. Ну, не бывает чудес-то. То есть, сплошная трава. Малосольная селедка содержит формальдегид. Чудес не бывает. Малосольная селедка хранится три дня. Соленая селедка хранится вечно. Ее надо вымачивать, а потом есть. Пожалуйста, никаких проблем. Магазинная сейчас очень много малосольной селедки. Она вся с кислотой. Она вся с огурчиками. Она не просто так с огурчиками. В нее добавляют походное горючее. Вот этот уротропин. 326-я, по-моему, добавка. А потом добавляют уксус. И уротропин, соединяясь с уксусом, дает формальдегид. Формальдегид – это формалин, по сути дела. Это отравляющее вещество класса первой опасности, вызывающее раковые опухоли, достаточно серьезные, и вызывающее, в общем-то, разрушение поджелудочной железы, ферментов, дисбактериоз кишечника, потому что это практически антибиотик. Ну, это бальзамирующее вещество. То есть, если у вас цель жить долго, это не значит, что себя забальзамировать. Потому что выяснять потом, кто лучше сохранился, это сложно. Все, что касается продуктов, которые, скажем так, непонятного происхождения. Я бы не советовала употреблять, например, вьетнамские бананы, сухие. Потому что в Вьетнаме уже все, на всю оставшуюся жизнь уже нет ни одного чистого места. И людей, которые едят вьетнамские бананы, бананы только в Вьетнам поставляют. Сухие бананы, да? Вот если, например, сейчас мюсли есть с сухими бананами, ну, тоже бананы надо выковыривать, то есть убирать. Потому что сухие бананы, они растут на дереве, они как бы всю вот эту экологию берут. То есть нежелательно. Это экологически опасное питание, вот то, что я рассказала. То есть длительно хранящиеся, сильно консервированные, сильно маринованные, сильно копченые продукты, продукты, которые практически не портятся. Да? Если у вас вызывает сомнение продукт, вот вы купили мясо, хорошее, свежее, например, в супермаркете, там, в Копеечке или там, в Рамсторе, принесли его домой, день лежит, два лежит, три лежит, четыре лежит. Ничего с ним не делается. Не портится. Курицу купили, а французскую, она не портится. Будьте любезны, там антибиотик, либо антиокислитель. Других чудес не бывает, иначе все портится. То есть, условно говоря, покупайте то, что портится. Ну вот это действительно так. Потому что, какой смысл кушать продукцию, которая не переваривается внутри? Чуть не с душком. Нет, не с душком. Нет, надо покупать сверху. Ну, якуты вообще только мясо с душком едят. На самом деле, вы понимаете, вот если человек питается по структуре кашами, к примеру, или там еще чем-то, кашами, овощами, вот скажем так, если в супермаркете вы затариваетесь на две недели, и вам есть что купить, значит, вы питаетесь вообще в другую сторону. Просто в другую сторону. Если вы идете в супермаркет, смотрите, смотрите, и там купить нечего, значит, вы уже продвинутый нутрициолог. Потому что я в супермаркет захожу, я могу полтора часа гулять, я максимум там возьму на 500 рублей. Я просто не знаю, что там взять. Это нельзя, это нельзя, это опасно, это смертельно опасно. Ну, где-то я уже как бы, конечно, ну, стараюсь, ну, не надо тигра злить, потому что, когда он разозлится, то на том свете, что называется, все будем в одинаковом положении. Поэтому, если вы на базаре покупаете, там можно покупать большинство всего. И чем, так сказать, беднее торговки, тем у них, меньше нитратов, нитритов, пестицидов, у них просто на это денег нет. То есть, можно купить сметану в обычном пластиковом пакете, в каком-нибудь, которая через день испортится, это нормальная сметана. И скушать ее, пока она еще не испортилась, да? А можно купить австрийскую сметану, там, на которой написано огромный ноль жирности, и кушать эту сметану, ничего-нибудь получить, и получить только кучу антибиотиков. Ну, два варианта. Вы сами выбираете какой. Вот это то, что надо бесплатно сделать. То есть, условно говоря, это у нас блок экологически вредное питание. И вот мы этот блок записали. А дальше второй блок. Это просто бесплатно вы должны убрать. Теперь, экологически вредные напитки. Экологически вредные напитки. На первом месте стоит растворимое кофе. Я вам не советую никому употреблять кофе растворимое. Зерновое, пожалуйста, молотое, чуть-чуть, чашечку, две в день. Чашечка вообще, в принципе, достаточно. Ни в коем случае не рекомендую употреблять 90% соков. Не считая всяких морковных, тыквенных. Ну, скажем так, простые соки можно. Простые это те, в которых нет чудес. Вот, например, сок из черешни. Да не бывает сока из черешни. Сок из вишни. И сока из вишни тоже не бывает. Бывает кислота. Бывает какое-нибудь добавление для вкуса чуть-чуть, чтобы вишней пахло, а все остальное кислота. Или там химикаты какие-то. Но кто это из вишни будет делать сок? Ну, подумайте сами. Где вы видели? Где это? На Украине, с Краснодара. Откуда везут? С Новой Зеландии, с Марокко. И апельсиновый сок. Сколько апельсинов в мире нету? Столько соков. Сока у нас в каждой деревне стоят. Самые экзотические фрукты и виды фруктов, да? Поэтому, если вы видите тыквенный сок, понятно, подделывать никто не будет, потому что сок не ходовой. Если вы видите, к примеру, сок манго, то, ну, тоже вроде подделывать никто не будет, потому что любителей не очень много. А вот если вы покупаете такие соки, как виноградный в большом количестве, например, или яблочный каких-то необыкновенных вкусов, или тот же самый ананасовый, грейпфруктовый, апельсиновый, то есть, надо понимать, что там только чуть-чуть добавлено, ну, скажем так, для цвета или для вкуса. Все остальное там идет химикаты. И вообще, я бы сказала так, если женщина будет пить соки из магазина, кроме, не беру морковные, не беру тыквенные, вот эти вот, нейтральные соки, да, это все, в общем-то, необоснованно. Либо вы пьете соки фреш, сами делаете, в магазинах пьете, в кафе, в ресторанах пьете, либо вы лучше пьете воду или хороший чай, потому что никакой пользы все равно не получите. Либо фреш, либо ничего. Потому что мы не настолько бедные, чтобы пить соки из магазина. Вот себе уже вот хотя бы в этом надо позволить. Значит, третье. По поводу чая. У меня позиция тоже сто процентов такая, либо хороший, либо никакой. Либо очень хороший. Чай. Чтобы вы выпили маленькую чашечку. И чтобы вы, так сказать, вкус запомнили надолго. И желательно, чтобы вы вылали с тобой. Все остальное, пиквик, лифтон, дилмах, это все, так сказать, краска. Это все краска, которая женщине вообще не нужна. От чая отказываться очень сложно. И хороший чай, так сказать, пить тоже достаточно дорого. Но зато вы сэкономите на плохом чай. Лучше пейте просто воду с лимоном горячую. Пользы будет в тысячу раз больше, чем вы пьете чай. Потому что вода с лимоном является ощелачивающим действием, а чай является очень сильно закисляющим продуктом. Минералка. Значит, либо вы пьете натуральную минералку, либо не пьете вообще. Натуральная минералка очень дорогая. Бутылка стоит минимум 150-100 рублей. Это может быть синдуки, баржо, 18 на втусе. Меньше 100 рублей натуральной минералки нет. В стекле. Она обязательно в стекле, она обязательно с фирменным знаком, и она продается в аптеках. В магазинах натуральная минеральная вода практически не продается, но может какие-то у вас в Москве эксклюзивные магазины дорогие, да? Но во всяком случае там продается просто вот где-то под Москвой, берут бутылку, кладут туда магнезию, там еще что-то, смешивают. Организму эти соли в таком количестве не нужны. Тем более там углекислота. То есть сюда входят все газировки плюс все минералки. Крови лечебных, те, которые вы покупаете в аптеке. Просто никакого смысла нет. Все, что относится к квасам. Либо вы делаете квас сами при помощи квасной закваски, либо вы пьете непонятно что с лимонной кислотой и так далее. В квасе не должно быть лимонной кислоты. В квасе должны быть вещества, которые самосбраживающим действием обладают. Поэтому все, что вы покупаете... Я не против того, чтобы, допустим, вы в ресторане съели тарелку окрошки. Ради бога, пожалуйста, никаких проблем. Но если вы дома покупаете по 3 литра кваса и всей семьей выпиваете и делаете окрошку и делаете это все лето подряд, то вы должны понимать, что это не натуральный квас и что это вообще не квас, что это краситель. И что он газирован и как бы он все равно очень кислый. Вот эти вот продукты просто вредные. просто вредные. Тут даже не стоит вопрос, кислые, не кислые. А вот эти вот продукты, плюс к тому, что вредные, они еще и кислые. Они еще и кислые. можно хорошее вино, пожалуйста, можно хороший чай, можно хорошее кофе. Все маленькими чашечками. Не для восполнения литра жидкости, там по полтора литра чая в день, а полтора литра воды и чашечка чая. Так как пьет весь мир, цивилизованно. Это экологический влог. Понятно, да? А теперь берем просто кислые продукты. Кислые продукты. Это не вредные продукты. Еще раз, мы их напишем вот сюда, в другую вещь. Кислые продукты. Кислые – это то, что при расщеплении в организме дает кислую реакцию. Их можно кушать. Но их можно кушать при одном условии. Если кислых продуктов и щелочных продуктов будет хотя бы наполовину. Хотя бы наполовину. Если вы сильно закислены, то кислых должно быть 20%, а 80% должно быть щелочных. Итак, записывайте кислые продукты. Мясо, рыба, яйца, масло, хлеб. Особенно дрожжевой, особенно белый. Суперкислый продукт. Булки, пироги. Что? Масло сливочное. Масло растительное, рафинированное, дезодорированное. Все обладает кислой следой. Масло растительное, рафинированное, дезодорированное. Орехи. Все кислые овощи. Баклажаны, баклажаны, например. Которые при жарке дают кислый вид. Ну, кислый вкус. Помидоры. Это все кислые. Я сейчас не говорю, что это вредно. Их должно быть наполовину со щелочными. Не путайте ничего, ладно? А то сейчас в конце вы скажете, а что есть? Хорошо, вопрос будет. Мы сейчас запишем, что есть. Кислые продукты есть можно, вы их будете есть. Но если вы не хотите, чтобы вы были кислыми и не хотите болеть, значит, вы должны кушать их в пропорции 50 на 50. Хотя бы, да? Мы щелочные тоже запишем. Молочно-кислая продукция. Сюда же все относятся кефир, йогурт и сметана. Сюда же относятся кислые ягоды. Крыжовник, клюква, брусника. Смородина, да? Сюда же относятся кислые виды хлорофила. Щавель, ревень. Вот такое все. Лук. Чеснок относится к кислым. Все дает кислую среду. Сюда относятся все кислые фреш-соки. Клюквенный, брусничный, черничный, абрикосовый. Сюда относятся сахар. Любой продукт, в который добавлен сахар, даже если он был щелочной, он становится кислым. Например, лимон, свежевыжатый или свеженарезанный, имеет щелочную реакцию. Если померить его потенциал, он будет минус 50, минус 100. Если в него добавить сахар, через 10 минут лимон будет кислым. То есть выделится кислота, сформируется, и продукт уже перейдет в разряды кислыми. Бобы, горох, чечевица, шоколад, торты, кремы. При расщеплении в организме дают сильно кислую реакцию. Ну, это то, что мы едим. Сыр сюда же. Крабы, креветки. Это все кислая продукция. Или ее называют еще окисляющая. Окисляющая. Вообще-то вот в строго научной литературе продукция кислая делится на три типа. Она делится на щелачивающую, на окисляющую и на кислую. Но мы с вами кислую и окисляющую объединим в одни группы, потому что вы еще до этого уровня не дошли, это немножечко попозже будет. Если вы этой диетой займетесь, вы сами, в общем-то, познакомитесь. Но я единственное вам скажу, это единственное, что имеет смысл в жизни, держать щелочную диету. Это уже с точки зрения врача или аниматолога, с точки зрения PH крови, с точки зрения всех видов запасов жира, оперативного, резервного и так далее, с точки зрения потенциала крови и всех-всех-всех. С точки зрения потери воды. Из кислой среды организм теряет воду. Кислые продукты. Дальше пишем щелочные. Щелочные продукты. Молоко. Для тех, кто не переносит молоко, идеальный вариант, просто идеальный. Продукт номер один в мире является молочная сыворотка до пяти часов свежести. Если кто-то научится делать окрошку с молочной сывороткой, она вкусная, она кисленькая, то до пяти часов свежести она щелочная. В ней есть все, что было полезного в молоке, нету ничего аллергенного, то, что было в молоке. Это продукт диетический, вообще-то номер один идет. Молочная сыворотка, это когда творог откинули, остается вот эта вот жидкость. Если вы взяли молоко, ну, к примеру, вы понимаете, что молоко как бы нужно. Вы понимаете, что кальция и так нигде нету. Вы понимаете, что ребенок не может расти без молока, зубы, кости, волосы. И вы понимаете, что у него аллергия. То есть что можно сделать? Можно творожок откинуть отдельно, сыворотку откинуть отдельно. Если, допустим, эту сыворотку чуть-чуть подсолить, там, каким-то образом, ну, что-то с ней, более-менее в нормальный вид ее привести, или, например, в нее покрошить что-то. Хотя ребенок с ней, я сомневаюсь, что будет есть, хотя на сыворотке пекут пироги очень вкусные. Вообще на сыворотке все вкусное. Если, допустим, женщина будет пить молочную сыворотку, то это мощнейший ощелачивающий фактор. Просто очень мощный. Это просто напиток молодости и красоты. Вот та сыворотка, с которой откинут только что творог. А если больше? Если побольше времени, она, к сожалению, закисляется сама. То есть вот уже 6 часов прошло, она уже переходит в кислую среду. То есть она вкусная, нормальная, в ней сохранены все витамины, все минералы. Но вы не получите с нее самого главного, вот этого ощелачивающего эффекта энергии. А из магазинового молока она тоже как бы... Из любого молока. Из любого молока сыворотка будет нормальная. А из кефира? Тоже нормальная. Вы из кефира, из любого кефира берете, творог откинули. Когда вы творог откинули, он переходит в уникальную форму. Вот только откинули. Вот когда вы творог купили в магазине, он уже, конечно, там обработан и все такое, потому что он не хранится долго. А творожок, который вы сами сделали, он полезен и вам, и ребенку. Значит, творог стоит на первом месте по щелочности. Сам творог. Свежий. Только что сделанный. То есть из нормального молока, из квашеного, путем вот этой сепарации, получается щелочная сыворотка и щелочной творог. Получается из любого, но из любого молока магазинового даже плохого, даже из порошкового молока получается все равно щелочная сыворотка и нормальный творог. Потому что в порошковом молоке нету некоторых вещей. Там нету гормонов, там нету ферментов коровьих, да. Но там есть белки, аминокислоты, те, которые, по сути дела, леофилизируют, высушивают. Если вы молоко не перевариваете, а в молоке самая большая проблема – это козеин. Козеин – это колоссально труднопереваримый белок. Он замазывает шунты или как-то шлюзы в кишечнике, и возникает кишечное расстройство. То есть человек говорит, я не могу пить молоко, у меня сразу понус. То есть чтобы не проникли вот эти белки, организм знает, что он не расщепит никогда этот козеин. Козеин начинает проникать в кровь, в крови образуются крупные белково-холестериновые молекулы, и в результате получается, что у человека атеросклероз и все такое. А если он этот козеин схватит на творог, там уже другая форма, там другие ферменты, другие бактерии будут работать. А сыворотку выпьют отдельно. А магазинный творог? Если кто любит и переносит – нормально. Кто любит и переносит молоко – нормально. Я не могу сказать, что молоко у нас идеальное, конечно, по экологии оно может быть нечистое, но если молоко вы переносите, то это единственный ощелачивающий продукт, доступный, который можно, так сказать, пить. Но только в том случае, если вы переносите. Кишечник сам разберется. А простокваша не лучше будет? Простокваша кислая. Она лучше для усвоения. Но мы сейчас идем с другой стороны. Если вы, например, будете говорить, я выпиваю в день, ну, я вам беру условную ситуацию, полтора литра простокваши. Продукт хороший, прекрасный. Но полтора литра простокваши, ну, литр даже простокваши, вы просто будете закислены до предела. Потому что простокваша, она с кислой сывороткой. Она идет, так сказать, когда сыворотка кипятится и творог откидывается, кислоты выпадают в осадок. И остается только щелочная группа. Мы сейчас рассматриваем вообще с другой стороны питания. Я не говорю, что все это вредно. Я говорю то, что если вы будете принимать щелочную форму, то вы будете плюс омолаживаться, оздоравливаться, лечиться. Питание для вас станет лечебным. Если вы будете просто пить простоквашу, это просто продукт кислого плана. На литр простокваши вам надо будет добавить полтора-два литра щелачивателя. И если человек говорит, я питаюсь только так. Салат, простокваша, хлеб, там и так далее, и так далее. При этом у меня остеопороз. Будет остеопороз, потому что весь кальций из костей уйдет, чтобы обезвредить простоквашу. Сам метод понятен, да? Мы сейчас про другое. Молоко кипяченое? Можно, конечно. Да, конечно, можно. Значит, так. Молоко кипяченое? Ну, конечно, кипяченое, если не своя корова. Если корова не знакома вам лично. Молоко должно быть кипяченое. Потому что заболеть два раза дизентерией и один раз сальмонеллезом, то есть тут речи вообще не стоит. Значит, и так. Молоко, творог свежий, сыворотка. Чёрный зерновой хлеб. Чёрный зерновой хлеб. Он менее кислый, чем белый хлеб. Сюда вот с кислой вы добавили? Белый хлеб же добавили, да? Кислый. Белый хлеб. Вообще, я скажу, когда приезжал Курт Грейдж, это же очень, скажем так, знаменитый физиолог, нутрициолог, он сказал, что я вас прошу не делать пять вещей, и вы будете двигаться в сторону здоровья. И одна из этих вещей была не кушать дрожжевой хлеб. Я вам когда-нибудь покажу. То есть у меня просто нет времени, у меня были кадры, но я их куда-то затёрла. Я вам покажу, как выглядит хлеб на темнопольном микроскопе. Вы просто после этого дрожжевой хлеб будете кушать и бояться, потому что он абсолютно живой. По нему гасают миллиарды грибов. То есть всё, что дрожжевое тесто, это грибы. Чудес ведь не бывает. Мы берём муку, добавляем в неё дрожжи. Дрожжи — это грибок. Даём ей сахар, даём масло, даём энергию, даём кислород. Они оживают, хотя могли лежать перед этим, там, 10 лет в сухом виде. Оживают, представляете, сила дрожжей. Просто космос. Они начинают жить, размножаться. При размножении они выделяют дубль кислый газ, так же, как люди. За счёт этого поднимается тесто. И вы этих дрожжей сидаете внутрь. Я не могу сказать, что я не ем дрожжевого хлеба, я его тоже ем, потому что я не могу отказаться. За пироги полжизни отдашь, господи. Как говорил Чехов, если тебе изменила жена, это не страшно. Но главное, чтобы народе не изменило. Так вот, за капустный пирог вот такой вот большой, не знаю, можно много, так сказать, навредить. Ну, я не говорю, что надо отказаться от пирогов. Я говорю, что если вы каждый день кушаете по два батона всей семьёй, то вы получаете каждый день грибок, 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 грибок. И вы каждый день будете иммунитет настраивать на борьбу, на борьбу, на борьбу, на борьбу. Когда навыясняли, кто дольше всех живёт, оказалось армяне. Значит, почему? А почему грузины? Лаваши, конечно. Конечно. Он у них плесневеет. Ну, плесневеет, потому что муга не очень хорошая. Но его же можно в духовке. То есть, грибок можно немножечко в духовочке. То есть, если вы берёте, например, лаваш, значит, как берёт лаваш, значит, сразу в духовочку кладут, он подсушивается там. Теперь, здесь может речь идти о галетах, здесь может идти речь о всяких хлебцах, хлебцах, здесь может идти речь о любых, так вот, кукурузно-таких, каких-то вот, я не знаю, хлебобулочных изделиях. Кукуруза чётким ощелачивающим действием обладает. Банан. Вся зелень, вся зелень, кроме, кроме щавеля, кроме щавеля, обладает щелочной реакцией. Петрушка, укроп, кинза, а? Ревень кисловато, ревень в кислые продукты. Ну, щавель и ревень, но это мы в кислые, а мы щелочные пишем здесь. И лук, да, лук туда же, в кислые продукты. Значит, вообще идеальный вариант, конечно, кукурузу не консидирую. Её, кстати, можно морозить, морозить в початках. Но я скажу так, в принципе, можно даже слегка подконсервированную. Единственное, что сейчас очень много кукурузы генноинженерной, поэтому лучше брать, условно говоря, вот украинскую кукурузу, ну, у кого не хватает денег на инженерию, потому что, конечно, если вы будете брать кукурузу, например, американскую или ещё какую-то, высоко развитых стран, у них там уже тля кукурузу не ест давно, потому что ей в кукурузе отказано. Она уже не ест ни зелёный горошек, ни сою, ничего. Потому что всё уже генно-модифицировано. А генная модификация очень страшна тем, что это медленный яд. Вот если, например, в кукурузу добавлен ген петуньи, петуньи – это страшное ядовитое растение, то насекомое вот помирать будет от голода, а ни одну кукурузинку не съест. Потому что у него выродится всё поколение, да, так сказать. И у них, они так и уничтожили половину своей цели, да, потому что они вот эти генно-модифицированные продукты применяли. Но у них не ест никто ничего, ни сою не едят. То есть у них вообще всё вечного хранения. То есть ни горошек не едят, поэтому у них урожаев в 10 раз больше, чем у нас. А у нас всё тля съела, да. То есть получается, что генно-модифицированная продукция, я скажу так, сейчас богатые люди генно-модифицированную не едят. К счастью, в мире всегда пишут ГМ, должны писать ГМ. То есть генно-модифицированная идёт. Ну, мы не про экологическое сейчас питание, мы сейчас про щелочное, да? Зелень. Значит, дальше. Шпинат. Авокадо. Салат. Миндаль, абсолютно точно. Миндаль просто чудо. Ощелачивающее чудо природы. Миндаль. Вот если все орехи кислые, лесной орех, грецкий, все орехи кислые, кроме миндаля. А кедровый? Миндаль щелочной. А кедровый? А? Кедровый. Кедровый тоже кислый? Банан. Написали банан. Капуста. 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 Капуста брокколи. И капуста листовая. Кальраби. Все сюда относится. Щелочной продукт. Качанная. Качанная сюда же. Картошка. Я не могу сказать, что картошка является супер полезным продуктом. Там все-таки углеводы, крахмал. И для веса как бы. И вроде говорят, что нападение было сделано на наш континент, что когда картошку завезли. Но из всех продуктов, если брать ощелачивающий признак, то особенно свежевыжатый картофельный сок является просто лечебным препаратом. Сейчас в Беларуси изобретен напиток, который они ставят на одну рамку с пивом и с квасом. То есть у них изобретен картофельный напиток, который даже сейчас будет алкогольный, вплоть до того, что делать. То есть Беларусь скоро прославится с этим напитком, потому что действительно ощелачивающие свойства картофеля это совершенно уникальная вещь. То есть, ну, я скажу так, от картошки супер пользы в плане витаминов, минералов мы не получим, но вот одно ее свойство, то что она ощелачивает, это уже многого стоит. Ну и во всяком случае, ну, картошка, во-первых, она вкусная, во-вторых, ее в принципе можно есть и в вареном, и в печеном виде. То есть калий содержится в оболочке. Я не могу сказать, что надо с утра до ночи там есть жареную картошку с салом и так далее. Но, тем не менее, картошку надо употреблять в умеренном количестве, хорошего качества, то есть не зеленую, никакую, ну, нормальную картошку. Морковь сюда пишите. Морковь. Да, 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 сейчас запишу. Морковь. Кабачки. Баклажаны мы в кислые отнесли. Кабачки. Тыква. Из ягод. Из ягод. Огурцы сюда, да. Что? Свекла, да. Репа, абсолютно точно. Но мы уже редкие-то такие не будем брать, потому что не сильно как бы репы у нас много. Это пинамбур сюда относится. Горошек? Нет, это соя, это бобовые, то есть это кислое, это белок идет. Из ягод. Да нет, клубников кислые у нас идет. Значит, нет, нет. Значит так. Значит, из фруктов. Манго. Значит, манго. Дальше. Нет, абрикос кислый. Ананас. Ананас кислый. Ананас. Персик кислый. Значит, малина сюда идет в небольших количествах. Ну, то есть, малина немножко ощелачивающее действие дает. Арбуз. Абсолютно точно. Киви. Дыня кислая. Дыня. Дыня кислая. Дыня кислая. Сливы кислые, да. И опять я скажу, что вы не думайте, что сливы плохие или, допустим, киви плохое. Просто они кислые. На кислые должно 50% щелочного попасть. Вот, например, что можно скушать на завтрак? Значит, на завтрак можно скушать, например, бутерброд из белого хлеба с ветчиной. Нормально, да? Кто будет против? Вообще ни один человек. Чашечку кофе выпить хорошего. Ну, просто не знаю там, бразильского, да? Идеальный вариант. Допустим, выпить стакан апельсинового сока. Допустим, и скушать, к примеру, ну, я не знаю. То, что мы обычно кушаем, да? Творог со сметаной. Нет, не творог со сметаной. Ну, например, выпить еще стаканчик йогурта. Нормальный завтрак, с вашей точки зрения? Шоколадный. Нормальный. С точки зрения вкуса все идеально. С точки зрения полезности нормально. То есть и кофе натуральный, в общем-то, нормально, да? Ну, и белый хлеб как бы. Но с точки зрения кислоты просто в усмерть будет. Все кислое. Кофе кислое. Масло кислое. Сыр кислый. Белый хлеб кислый. Апельсиновый сок кислейший. Кислейший. В нем витамин С, да, ради Бога, но это вас не спасет. Вы получите удар по кальцию, по магнию, по натрию, по калию. Причем хороший удар получите. До обеда вы будете компенсировать этот удар. Ни о какой работе, ни о какой работе речь сильная не пойдет. Потому что вы вынуждены будете отдать все свои минералы на то, чтобы погасить этот завтрак. Речь понятно о чем? Я не говорю, что нельзя пить кофе или нельзя есть, например, если вы замените в этом завтраке, если вы замените белый хлеб на черный зерновой, например, раз, да? Если вы замените, к примеру, кофе, например, на цикорий. Ну, нет, кофе надо пить как кофе, да? Если вы выбьете, например, к этому, допустим, полтора стакана воды кофе, вы хотя бы уберете вот этот рис кофе. Если вы съедите к этому, например, свежего творожка с покрошенным в него бананом и миндальными орешками. Ну, к примеру, да? То получится, что вы сделали 50% кислого, вкусного, но кислого. И 50% сделали тоже вкусного, но чем плохо? Миндальный орешек, банан, там, творог, плюс вода. Но вы сделали 50 на 50. Извините, а мы каши забыли. Каши и сырые забыли. Значит, все крупы относятся к щелочам. Ох, слава богу. Ну, слава богу. Сюда относятся гречка, рис, кросса, перловка. Мед кислый, к сожалению. Сыры все кислые. Гриффрукт кислый. В нем очень много витаминов, но они кислые. Ряженка кислая. Лимон щелочной без сахара. В течение 15 минут. Грибы вообще кушать нежелательно, потому что это не растения, а животные. Они вообще не перевариваются в организме человека. Царь зверей не должен кушать плесень, которая росла в подвале, которая называется шампиньоном. Значит, на грибы отсутствует у нас фермент, который переваривает грибы. Поэтому мы грибы не усваиваем. Вы можете взять грибной вкус, грибной запах. Вы можете там в суп положить один грибочек, пусть он там плавает и пахнет. Никаких вопросов. Но если вы, так сказать, питаетесь одними грибами, переваривают грибы только белки, лоси и свиньи. Вот у них есть ферменты. У нас, к сожалению, нет фермента. Причем, вот опять, обратите внимание, человек говорит, я обожаю белые грибы, жареные с картошкой. Я говорю, просто смерть. А я говорю, я не пробовала жарить без картошки, без соли, без масла. Вот возьми белый гриб, хороший, вот такой, классный. Отвори его без соли и съешь. Нет, говорит, так не хочу. Так что ты любишь? Ты грибы любишь? Или ты любишь соль, масло, там, картошку жареную, топленое маслице, там, и все, что образуется в результате этого. То есть сами грибы никто не будет есть не соленые и сырые, не отворенные. Понимаете, да, суть? А капусту можно съесть? Пожалуйста, легко. Морковку можно съесть? Пожалуйста. Кабачок можно просто нарезать маленькие цукини и съесть? В легкую пойдет, да? Вот так вот и определяйте ценность продукта. То есть, сто процентов кислые продукты кушать можно. Еще раз, мясо, рыба, орехи, масло, хлеб белый. Можно кушать, да? Но к ним должно быть 50 на 50. Если вы съели продукт кислый, вы тут же, в этот же прием должны съесть продукт щелочной. Либо после, либо вместе, либо как-то скомпоновать это. Сейчас речь не идет вообще про раздельное питание. Какое раздельное питание? Когда вы белков объелись, одно мясо, так сказать. Если идет мясо, например, кислый продукт, сильно кислый. Вы любите шашлык. Ну, кто же будет от шашлыка отказываться, да? А шашлычок под кольничок и соус остренький не к нему желательно. Нарезать кольцами лучок? Очаровательно. То есть, песня есть такая у Тимура Шау про вредное питание. То есть, что наши жены бедные и бледные, диетические там, завтраки жуют. На самом деле, все это можно. Но, вот вы съели кусок мяса весом 300 грамм. Пусть это гриб, пусть это шашлык, пусть это люля-кебаб, да что хотите. Если вы к нему добавили 500 грамм зелени, все в порядке. Все в порядке. А если вы к нему добавили что-то другое, нет, картошка, кстати, тоже более-менее здесь, ну, картошка с мясом. Вот, кстати, картошка с мясом по кислотно-щелочному балансу дает норму. Она по совместимости не очень хороша, а по кислотно-щелочному дает норму. Но если вы плюс к этому сыр, плюс к этому белый хлеб, плюс к этому добавили орехов, там большое количество, плюс к этому добавили, допустим, еще там масло, ну и так далее. Мы можем продлять это, плюс запили апельсиновым соком. Тоже, кстати, можно. Вот эту группу можно развивать. Но опять что-то должно быть щелочное, чтобы баланс. Причем это может быть не в один прием, не обязательно в один прием. Это может быть в разные приемы. Вы берете день в целом. Например, завтрак у вас кислый, но просто энергии не будет. Ужин у вас щелочной. Значит, на ночь энергии не будет. Выбирайте, когда у вас не будет энергии. Если работать не хотите, ешьте утром кислое. Если сексом заниматься не хотите, ешьте на ночь. Никаких вопросов тут вот выбирайте. Понятно? А если масло не рафинерное? Если масло не рафинированное, оно щелочное. Хороший вопрос задали. Все масла холодного отжима, холодного отжима, первого, включая оливковое, соевое, включая, я не знаю, льняное. Кстати, что-то льняное, вот оно не очень вкусное, не очень идет. Ну, как-то так, понимаешь, что его надо? Ну, в салат оно что-то, горчичное очень хорошее. Мне очень нравится ореховое масло. То есть у меня дома обычно вот маленькие бутылочки, там 7-8 масел. И, в принципе, капельку одного, второго, третьего. Я не беру никогда рафинированное, дезодорированное масло. Ну, если только для поджаривания, может быть, оладушек или чего-то, да? А вот когда идут не рафинирования, все имеют щелочную реакцию. То есть кислотно-щелочной баланс – это основа жизни. Значит, что делает организм? Вот посмотрите. То есть разобрались с этим, да? А, из напитков. Только вода. Кислые. Сухофрукты все кислые, но в них очень много минералов, микроэлементов. И поэтому и, в принципе, вот груши. Очень хороший вопрос. Вот сюда груши занесите. Единственный не кислый, а щелочной, абсолютно щелочной фрукт – это груши. Причем в сухом виде. В грушевом джеме, если он не очень сладкий такой какой-то. Ну, сухофрукты там, цукаты прокатанные. Вот все, груша сюда относится. Грушевое пюре. Ольга Легко, а ты это сильнее кислое? Ребина кислая. А ты это сильнее кефир? Все кефиры кислые. Кефиры все кислые, кроме сыворотки и творога. Все кислые. А курага? Курага кислая. Абрикосы. Перед сладкий. Финики? Перед. А, перец сладкий. А что, финики? Перед сюда, щелочной. А перец? Финики щелочные. А инжин? Земляника, лесная, все относится к кислым ягодам. Черника, земляника, она очень полезна. То есть просто кладезь, да? В них содержится огромное количество всяких микроэлементов. Но единственное, что вы должны понимать. Если вы кушаете только кислые фрукты, только кислые овощи и только кислую рыбу, мясо, яйца, хлеб, вы просто щелочной баланс каждую минуту двигаете в сторону кислоты. Будет кислый пот, будет кислая моча. Значит, что делает организм дальше? Сейчас я вам расскажу. Вот как вы возбудились, а! А если все, посыпать кислые, кислые. Значит, вы не забыли нашу тему начальную? Мы сейчас говорим про красоту и здоровье женщин. Мы не берем в расчет сейчас мужиков с весом 100 килограмм, которым надо копать траншею длиной 3 метра и глубиной 15, да? Мы сейчас не берем, поэтому не притворяйтесь, что вы на тяжелых работах, на повинностях. Сексаться очень легко, да? Поэтому вам не нужно столько энергии, сколько вы можете съесть за счет там масла, тортов и так далее. Не придуряйтесь, товарищи. А если все, посыпать микрогидридом. Микрогидридом, о, какая! А это уже преимущество компании Коралловый клуб. Вот когда вы начинаете ценить микрогидриды. Мы же какие хитрые. Так можно вообще не париться. Вообще можно не париться. Есть что попало. Два стакана микрогидриды нахлопнул в день и нет никаких проблем. Так вы это расскажите людям. Вот это вот вы им и расскажите. Вот я уеду послезавтра, вам-то в поле надо идти. Вы что думаете, вы тут что делаете? Вы думаете, вы тут дизайнерами сидите? Рабочие лошади. Так вы не притворяйтесь. Потому что вы потратили деньги на учебу. Теперь деньги-то надо вернуть, отбить. Вы что тут сидите, да? Красивыми хотите быть? Давайте. В полях доказывайте. Смотрите, что получается. Нету, молоко и вода. Все, приехали. Вот Коралловый клуб, Микрогидрид. Мы почему говорим, что компания эксклюзивная в мире? Нет, кофе кислый, очень кислый. Какао, кофе, все кислое. Значит, отвар трав. Трав, тихонечко, отвар трав. Отвар ромашки, отвар липы, легкий отвар шиповника. Шиповника, легкий отвар, не очень концентрированный. Без сахара. Обращаю ваше внимание, без сахара. Отвар мяты, мелисы, легкий. То есть, чайная ложечка на стакан является щелочным. Зеленый чай является кислым. И черный чай является очень кислым по кислотности. Я не говорю, что зеленый чай не надо пить, что он не полезный. Надо пить, он полезный, да? Но он является кислым. Извините, а инжир куда? Что? Инжир? Кислым. Значит, смотрите дальше, что происходит. Вот кровь. Вот ткани. В тканях мышцы, если это мышечная ткань. У ткани есть жировая прослойка. Ну, я просто срез беру ткани, да? В крови PH7-43. Вот кишечник, из которого в кровь попадают кислые остатки. Каждый день, каждую минуту. Вот съели кислое, попили кислое, все пошло в кровь. 7-41 организм знает, это смерть, на том свете встретятся. Поэтому, что делает организм? Здесь строгие цифры, просто. Шаг вправо, шаг влево, расстрел. Здесь плюс допуск. То есть, первое, что делает организм, он выдавливает кислоты в межсконевое пространство. В межсконевом пространстве кислотность может быть до 6 PH, и человек не умирает. Но тут тоже становится кисло. Углекислый газ начинает всасываться снова кровь, закисляя ее вторично. Что делает организм? Он сдвигает кислоты в жировую ткань. И образуется целлюлит. А жировая ткань может накопить огромное количество кислот. Огромное. Если кровь вообще не терпит кислоты, то жировая ткань просто, так сказать, копит и копит. И в конце концов, когда жир весь окислится, он становится рыхлым, плохим, он становится желтым. Вы знаете, как свежая свининка, вот она какая. А старая дохлая свинья, вот она какая. Жир-то у нее какой? Окисленный. Так вот, если вы хотите, чтобы у вас жир-то был хорошего качества, при вскрытии, вы должны заботиться о себе с молодым. Чтоб не стыдно было. Чтоб не стыдно было перед патологоанатомами, да? А то вскроют, а там тухлятина, да? Так вот. Так вот с целлюлитом вот отсюда. Массажем. Бороться бесполезно. Вы этот жир кислый загоняете назад в межклеточное пространство. Поэтому после массажа вас как будто палками били. Как будто на вас все навозили. И при этом погоняли. Кто после массажа себя чувствует плохо, вот кто хорошо себя после массажа чувствует там, после мужских надежных рук, это значит, он не такой кислый. А вот кто чувствует себя плохо, говорит, я после массажа встать не могу, сразу засыпаю. Что такое сразу засыпаю? Интоксикация. Вот этот вот жир начинает, так сказать, жулькаться, и все вот эти токсины уходят назад в кровь. Поэтому, как только в жире и в межклеточной жидкости происходит перебор кислот, включается лимфатическая система. Вот она. И лимфатические узлы начинают отгонять насморк, беле, гной, мокроту, пот и так далее, и так далее, и так далее. То есть единственный способ сбросить кислоты лишние, это продавить их через кожу в лимфатическую систему, в потовые железы. Они только рванули подмышки, а мы там с дезодорантом шли. Они куда бежать? Некуда. Везде обложили. Мне все говорят, у меня ладошки потеют. Потому что подмышки закрыл, начинают ладошки потеть. Это следующая группа лимфатических узлов. А врачи говорят, да никаких проблем, приходи мы тебе перережем. И перерезают сейчас подросткам, те, кто сильно потеют, лимфатические сосуды. И ладошки перестают потеть, ставят в вегасосудистую дистонию и обрезают лимфатические пути. Тогда пот кидается в лоб, то есть начинает уже с носа капать. То есть вообще человека не предназначено, чтобы у него с носа капало. С носа капает только тогда, когда он сильно копает, там быстро, да? А вообще течет обычно с зон, которые предназначены для потоотделения. Это, в общем-то, лимфатические узлы подмышек, да? Но если там 24 часа защита стоит, причем ведь защита не чтоб не воняла, а защита чтоб не потела, а куда вонь-то денется? Вот скажите, куда денется вонь? Внутри останется, конечно. Потому что внутри происходят гормональные перестройки, гормональное очищение. Спортсмен начинает заниматься. Раньше в зал зайдешь, вообще отдохнуть невозможно было, поэтому без вентиляторов. А сейчас заходишь, все розами пахнут. Мокрый, с носа течет. Все, прям под ним лужа. Да, а пахнет хорошо. Бред. На лыжах катаются, дезодорантом, да, Джеймс Бонд, смотрим же рекламу, да? Пистолет у виска, а человек не вспотел. Ему говорят, так это не ты, Джеймс Бонд, понятно. То есть жизнь доведенная до абсурда. Просто до абсурда. Но это вы пользуетесь 24-часовыми дезодорантами. Бабушка на дачу собирает, сразу дезодорант с собой укладывает. Я говорю, мам, ты куда дезодорант? Она говорит, на дачу. Я говорю, нет, мама, потей и пахнет на даче. То есть мы ведь уже вообще, да, даже на даче от нас пахнуть не должны. А вдруг кто-то придет, а вы в мокрой футболке там, да, и вспотели. То есть бред, просто бред. То есть мы уже не понимаем, мы уже вообще ничего не понимаем. Где у нас вообще? Как у нас яд из организма будет выделяться? Ну он скоро через души потечет. Другого способа нет. Кислотно-щелочное равновесие это основа жизни. Основа. Это не пятая серия, не вторая. Это первая серия, которую надо восстанавливать. Что можно сделать? Первое. Померить мочу. Купить лакомную сумму бумажку, померить мочу. Моча должна быть слабо кислая, слабо кислая, либо нейтральная. Если она сильно кислая, организм закислен. Можно взять лакомную сумму бумажку, померить слюну. Она должна быть щелочная вообще, потому что кишечный сок щелочной. Если она кислая, ну привет. Но не путайте, что вы уже умерли. Потому что некоторые видят на слюне 5 и падают в обморок. Потому что они знают, что при 7,1 они должны были уже умереть. 7,1 это кровь. Это кровь. Не путайте с мочой, слюной. Моча, слюна может быть даже 4. Человек тогда действительно болен, тогда у него кровь тоже кислая. Кислая кровь бывает только у трупа. У меня, говорит, кровь кислая. Кислой крови не бывает. Если кровь кислая, то вы уже должны быть в другом месте. Кровь бывает всегда слегка щелочная. Если нейтральная, кардиограф можно не ставить, кардиограммы не будет. Потому что нету отрицательных носителей энергии. Мы ставим кардиограмму, снимаем. И мы ищем что? Мы ищем ток электрический в крови. Если тока нет, человеку нет. А ток это электролиты. Это щелочные минералы. Калий, натрий, магний. Которые являются переносчиками тока внутри. Мы ведь одна капля. Внутри у нас структурированная жидкость. И вот все это перемещается, перетекает, переливается, еще несет на себе энергию. А мы эту энергию гасим. Стакан кислого напитка, энергии под ноль. Стакан пепсиколы, полтора. От трех литров пепсиколы можно получить, наверное, смерть. Когда Трафтенберг в своей передаче, у него такая передача есть, смешная, дикая. Когда он просил человека выпить три литра, кто больше выпит пепсиколы. Там человек выпил, чуть в обморок не упал, по-моему, даже упала девочка какая-то в обморок. То есть ситуация такая, что от трех литров пепсиколы просто можно умереть. Если не выйдет щелочной резерв кальция, то просто может наступить как бы внезапная смерть. Кислотность пепсиколы два с половиной, а у нас кровь семь, пять единиц. Это просто космос. То есть у нас нет даже резервов столько. То есть это все шипучие напитки, это в общем-то серьезная вещь. Очень серьезная вещь. Туда же минеральную воду можете отнести. Все остальное туда же. Вот такая позиция. То есть, резюмирую. А, давайте запишем десять продуктов. Самых лучших десять продуктов. Чемпионы женской красоты, здоровья и молодости. По мировому рейтингу. На первом месте, как вы думаете, что? Нет, не вода. Я говорю, по еде, товарищи. Нет. 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 Авокадо. Кто сказал авокадо? Молодец. На первом месте, авокадо. Содержит несколько антиоксидантов мощнейших. Содержит производная трептофан, гормон настроения. Содержит ненасыщенные жирные кислоты. Содержит весь комплекс восстанавливающих энергетических балансов клетки. Имеет сто процентов щелочную реакцию. Входит во все лучшие салаты мира. Мексика, Китай, Япония, Германия, высокоразвитые страны. Ни одного салата приличного без авокадо нет. То есть авокадо это... Ну, это авокадо. На втором месте. Давайте. Кислые, щелочные можете... И кислые тоже есть полезные, да? Мы сейчас не берем по щелочному признаку. А? А на нас? Нет. Морковь. Значит, морковь входит в десятку. Напишем, напишем сюда ее. Морковь. Каким номером? Спирулина это, к сожалению, не еда. Я бы вообще ее поставила на нулевое место, но это не еда. Мы сейчас про еду. Ябр. А капуста? Капуста. На втором месте стоит капуста брокколи. Капуста брокколи. А капуста? Ну, вообще-то сырая в принципе. То есть она может быть обдана кипятком. Она может быть приготовлена каким-то хитрым образом. В конце концов, может быть потушена, припущена. А цветная? Цветная, она как бы туда немножечко не входит в лучшие продукты. Потому что в брокколи содержится индолтрикарбинол. Я говорю сейчас для женщин. Я не говорю для человечества в целом. Индолтрикарбинол это уникальный антиоксидант, который в 4 раза снижает риск заболеть раком молочной железы. В 4 раза. Нет. Нет. Сдаемся. А? Сдаемся. Нет. Творок. Нет. 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 Шпинат. Шпинат. Что? Мясо. Мясо, да? А мясо где? Говорит, мясо и побольше. Нет, нет. Дальше. Нет. Абрикосы. Вы сказали, что они кислые. Я сказала, что они кислые, но я сейчас говорю, что мы не про щелочные продукты. Мы вообще про полезные. Абрикосы. Сельдерей. Сельдерей. Сельдерей, абсолютно точно. Кстати, запишите сельдерей в щелочные продукты, супер щелочной продукт. А как в салаты? В салаты? Ну, а как в салаты, запишите. Очень щелочной продукт. Сельдерей. Сюда относятся ягоды. Черника. Черника. Абсолютно точно. Голубей. Три, четыре, пять, шесть, шесть, восемь, восемь, восемь. Виноград еще. Ну, во всяком случае, мировым сообществом виноград признан одной из лучших ягод. И чем более красный виноград. Значит, вот эти вот продукты названы продуктами красоты и молодости. Женщины. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. А, ягоды, я поняла. Клубника еще здесь. Земляника. Земляника идет. Значит, вообще там шло так. Черника, земляника и клюква. Вот так шло. Клюква, черника и земляника. Так, получается, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Я чернику тогда в ягоды занесу. То есть, три ягоды. Клюква, земляника и черника. А у нас капуста просто две. Нет, капусты две, они входят две. Я чернику тогда убираю отсюда. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Цитрусовые. Цитрусы. Класс цитрусов. Но это лимон, грейпфрукт, апельсин. Десять. Нет, ананас не вошел туда почему-то. Хотя он ферментный, но не вошел. Но, во всяком случае, это мировой рейтинг продуктов женской красоты. Значит, объясняли суть, по каким признакам были выбраны продукты. Первое. Антиоксидантное действие. Молодость, красота, антистарение. Все продукты содержат антиоксиданты. Все. Значит, второе. Витаминно-минеральная группа. По жизненно важным минералам. Калий, магний, кремний, кальций. В шпинате очень много кальция. Следующее. Противораковые настройки. Это две капусты и в чернике огромное количество антиоксидантов. Значит, состояние кожи, костей, волос. В общем, короче, брались параметры те, которые мы с вами брали. То есть кожа, кости, волосы, репродукции и так далее, и так далее. Вот так вот расположились. То есть, во всяком случае, есть такие исследования, что если, например, у женщины будет питаться, ну, хотя бы процентов на 50 вот этим вот. Вот в местечке Хунзакут, например, основное питание это абрикосовая каша. У них средняя продолжительность жизни за 100 лет. У них в 60 лет еще спокойно рожают. Потому что абрикосы, ну, это, ну, просто, это космос, это космическое что-то. Потому что там калий, там магний, там легкая клетчатка, пектины, там очень хорошие сахара, фруктоза, там, и так далее, и так далее, да? То есть много нормальных продуктов. Есть орехи, есть миндаль, но вот эта группа бралась именно как продукты, которые, ну, просто, которые женщина должна себе позволить. Виноград, чем он более цветной, тем он лучше. То есть вот самый лучший, это в сторону Изабеллы, туда вот, прямо, чем более он фиолетовый, чем более он пахучий, чем более он душистый, тем больше в нем антиоксидантов. Не вошло. То есть есть фрукты вкусные, полезные, но, скажем так, не омолаживающие. Все эти вот продукты обладают омолаживающим свойством. Курага подойдет, если она только в серной шашке, или надо ее очень хорошо отмывать, или она должна быть не самая лучшая. А чернослива? Что? А чернослива? Не слышу. А чернослива? Нет, чернослива и формы здесь нету, потому что сливы сами по себе продукт, он как бы более, скажем так, клетчатого типа, но технология, скажем так, приготовления чернослива, она в нем частично убирает витамины, потому что он практически весь копченый. И очень сложно хранить. То есть вот эти продукты можно использовать без хранения вообще в живом виде. То есть если, например, мы начинаем продукт уже приготовливать, вот кроме абрикос, да, сельдерей хранится, морковь хранится, ягоды хранятся, замораживаются, виноград, шпинат, то есть это все можно есть сейчас круглогодично. Для тех, кто хочет. А по-моему, я сейчас не знаю, как шпинат. А, да, вот интересный вопрос, да, погружки и крови. Шпинат, что с пенатом все, что хотите, можно делать. Сейчас в хороших итальянских кафе просто пюре из шпината. А квашеная капуста? Квашеная капуста это ферментированная качанная капуста, то есть нормально все. Помидор не обговорили. Значит так, по поводу помидоров. Да. Томатный сок это кровь мертвых помидор, да? Да. На самом деле помидоры это ягода. Да. То есть, и причем в ней содержатся полифенолы, это противоонкологические вещества. Но единственное, кто ест очень много помидор, там это семейство посленовых. Посленовых. И там есть небольшие химические, ну такие вот вещества, которые, ну скажем так, не являются суперполезными для организма. Потому что в помидорах много и хорошего, и есть они 50 на 50. А что в них хорошее? Магния? Нет, в них очень много магния, и в них есть полифенолы, в них есть кверцетин, дикидрокверцетин, это антиоксиданты. И в них есть ликопин, ликопин и лютеин. Это, ну, совершенно потрясающие вещи, типа бета-каротина. А много это используют? А? Ну много, много это значит, есть люди, выпивающие литр томатного сока. То есть это неоправданно. Если вы съели 1-2 помидора в день, то это нормально. А скажите, о питании по группе крови, вот как? Питание по группе крови, это питание, которое использовано, скажем так, эмпирическим путем. Я бы сказала так, что в этом есть очень хорошая основа. Но вот те медицинские карты, которые мы получили с Америки, они очень индивидуальны. Вот у них, например, сардина такая-то, селедка такая-то. То есть если бы в них нашли какие-то продукты такие, во всяком случае там десятки тысяч исследований 25-летних. И я бы сказала, что в этом есть смысл и хороший смысл, но все очень индивидуально. То есть нужна индивидуализация. Ну я же говорю, иллюцерна для первой группы не подходит, да? Значит, скажем так, недоказанно. 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 А? В черешне хорошо отнеси? Где черешню взять только? В черешне очень хорошо, лучше, чем без черешни.